Мы покажем мультфильм, точнее, продолжение мультфильма, первую часть, которую вы видели неделю назад. Это история про ватников, которую сочинила присутствующая здесь Ирена Карпа. Я сразу хочу сказать, что все персонажи этого мультфильма являются плодом воображения автора. Эти персонажи вымышленные, и всякое возможное соответствие с какими-то реальными героями является чисто случайным. Итак, смотрим вторую часть. Подробности UA&Ирена Карпа представляют. Царя друга. Ватник-мутант. Ну или лучше ватница-мутантка, потому что, чтобы родных мужиков все всегда. Нас тут пока не Европа, учимся сначала не дискриминировать женщин, а уже потом и до геев доберемся. Жила-была красивая женщина. По-настоящему красива. Блондинку красилась и леопард любила на всем, что в поле зрения попадала. В детстве эта женщина так любила виршика про дядю Степу, что очень просила батьков, чтобы ей так назвали – Степа. Только не девчачи, то имя решила судьба. И назвала тетю – Тетя Степа. Маленькая тетя Степа так рассердилася, что ни стихий книжек больше в жизни не читала. И пошла в чиновники отомстить прогрессивному человечеству. Ото служила воно майором одного восточного города. Все йшло по плану. Бюджеты, откаты, паради, утренники. Короче, была такая же, как все, но только леопардовые носки, трусы и колготи не на базаре покупала. А в Милан со специально обученным стилистом летала – на шопинг. Но тетя Степа была все-таки женщина сознательна. Ей экономить надо. В другом городе поребрики розовые покрасить надо будет здесь на Пасху. Чи еще что-то для красоты сделать. Тому пришла как-то ее бляву голову совершенно гениальна мысль. У всех нужных местах соби сделать леопардову татуировку. А заодно и ботокс наколоть. Ну, в ближнем зарубежье так даже царь-батюшка делает. Каждому чиновнику заположняк. Но судьба опять пошутила над тетей мером. Иголка для ботокса была нестерильна, потому что поток местных статусных блондинок на процедуру как-то резко увеличился. И успевали в аптеку бегать. Ото и заразили святою, можно сказать, женщину какой-то фигней. По-научному бешенством ватки. Ото переболела тетя Степа и стала ватницей. Ну что, жить можно? Главное, ни да ничем не зацепиться. Бо полиза зведу сіль саме понимаете, что. А тут и еще, что степа войны с братным народом началось. Хер просто ж, кто чей баба и кто кому десантник. Так что в тетя Степи на тому фону осложнение пішли. Бо ж вроде обещают освободить тележизнь у Криму и Анапе. Но деньги в бюджет доси посилає ненавист на хунта с Киева. Так что, хоть уж рис, не может Степа определиться, умна вона чи красива. По новому интервью одне говорить, в іншому по другому писать, кому как вигодна. А всім, кто недоволен, справку предъявляет про психическую мутацию. Больше тетя Степа не фотографировалась, как у старых временах в красивых интерьерах. Теперь она возглавляла парады верхом на Кобиле, та шейпереодита Мальвиною. После чего психические проблемы начинались у всего города. Ну, тут уже соседский царьок подсубив. Организовал пострадавшим доброзный дурдом. Так и назвали его ДНР. Дурдом народца Руського. Чтобы красиво было и не ущемлялись ничьи права. А по соседству ЛНР, лечебница народа Руського, была одновременно даже ватная министр культури. Так она же вообще была шикарна женщина. Одни фотки на мустаху трусах и сиськами наперевез, чего стоили. Ни одного гражданина укультурила. Не то, что вы. Правда, министр серьезно считала, что Горловка – это разновидность Миньета, а не город у соседней республики. А вообще-то ватниц у нас и на Великой Украине хватает. Некоторые даже известны. Кто поет, кто депутатствует при этом. А кто в Москву за золотым валенком ездит. Премия такая, музыкальная. Но потом такая заслуженная ватница должна на всякий случай клипчики про небесную сотню знать, потому что конъюнктура – тоже дочь мутации. А что у нас был дититок? Он, конечно, не женщина, но не факт, что на приватных вечеринках тихоря не переодевался штепой. Продолжение следует или тубиканьки.